Я достаточно много читаю. Что-то я читаю в бумажном формате. Очень много всего закачано в электронные и в читалки, и просто там PDF-ками скачиваю. И мне в личку приходят всякие разные сообщения. Оксана, что почитать по этому поводу, что почитать по этому поводу. И я столкнулась с такой особенностью, что если человеку выдавать большой список, он говорит, у меня классный список литературы по какой-то теме. И люди не открывают эти книжки. Потому что вот это вот обилие выбора, переизбыток возможностей, он вгоняет человека в такой восхищенный ступор, как вот, блин, перед витриной 150 сортов сыров, и тебе нужно выбрать один. Поэтому я нашла хитрый способ, каким образом помогать людям читать книжки по одной. Это анимированная гифка с рекомендацией. Вот ее мы сегодня и будем делать. Что такое анимация? По сути, это быстро сменяющиеся статичные картинки. Поэтому для того, чтобы сделать любую анимацию, нам нужно сначала создать эти статичные картинки. Я сегодня это буду делать в сервисе Canva. Специально я вообще пользуюсь давно, и у меня Pro-аккаунт. Очень люблю тот функционал, который в этом сервисе есть. Но специально для нашего сегодняшнего эксперимента я завела отдельный бесплатный аккаунт, чтобы не мешать, чтобы не путать вас с тем функционалом, который есть в платной версии. Поэтому будем создавать в бесплатном варианте со всеми теми возможностями, которые у нас есть. Значит, что мы делаем? Мы делаем статичную серию статичных картинок с одинаковым дизайном, с небольшим изменением, чтобы это был эффект анимации. Ну, баловаться будем на квадратиках. Значит, баловаться будем на квадратиках, чтобы там будет один веселый эффект, который я вам хочу показать. Значит, что у нас будет? У нас будет анимация из быстро меняющихся обложек книг, которые я рекомендую для прочтения. И человек в социальной сети смотрит на эту анимашку, кликает на GIF, и вот та книжка, которая останавливается, это вот его судьба, это его такой результат рандомайзера, который ему рекомендован в данный момент. Магия заключается в том, что люди автоматически связывают, они каким-то образом рационализируют вот этот вот знак судьбы, и говорят, это точно вот именно в тему, что мне как раз было нужно. И эта магия срабатывает, хотя, по сути, это обычный рандомайзер, и то, как наш мозг интерпретирует полученную информацию. Вот поэтому будем использовать этот эффект. Можно было бы, конечно, сделать просто, взять и, ну, вот у меня тут есть немножко заготовленных, заготовленных обложек, можно было бы просто взять и вот так вот натянуть на рамку канвы. Но это выглядит не так интересно, так делают многие. Значит, я хочу вам показать немножко другую хитрую историю, которую мы с вами будем практиковать. Значит, в разделе элементы есть такая штука, как рамки. Так, сейчас мы куда-нибудь меня, куда-нибудь меня в уголочек запихаем. Значит, рамки, это такая очень удобная, очень удобный шаблон, который держит и размер, держит форму, причем он есть вот, есть оформленный в виде планшетов, в виде смартфонов, то есть вы можете делать эти элементы вот в виде таких предметов. Так как мы будем говорить о книжках, мы вот выберем такую книжную историю. У нас вот такая вот книжечка, не на весь экран. И у нас будут меняться обложки у этой книжки. Я сейчас покажу еще, чем рамки прекрасны, как они сильно уменьшают количество времени, которое мы тратим на создание таких штук. Что еще? Так как это моя рекомендация, а в задании это будет ваша рекомендация, то нам нужно сделать какую-то отсылку к вам. Значит, я вот сначала подумала, ну вот будет у меня такая фоточка, я буду тут рекомендовать книжку. Можно сделать, не обязательно в полный рост, можно сделать там по пояс, можно сделать просто на фоне, на фоне белой стены, чтобы был ровный, ровный фон, сделать какую-нибудь такую фотографию с жестом. Любой жест, любая, значит, динамика, она привлекает внимание, внимание пользователя. Но вот если заметите, то удаление фона это функционал про аккаунта. И если бы я была на своем обычном, я бы просто нажала кнопочку и весь вот этот вот фон вокруг меня, он бы исчез. Но так как мы играем в бесплатную версию, то мы не можем внутри канвы удалить этот фон, к сожалению. Поэтому придется воспользоваться другим инструментом бесплатным, который этот фон удаляет. Значит, вот у нас есть таких, таких инструментов, на самом деле, их несколько, если вы наберете, удалить фон с фотографии бесплатно, они в последние лет пять просто размножились, может, даже и в три года последние, их очень много. Значит, здесь нам нужно загрузить, загрузить фотографию, которую, с которой мы хотим убрать фон. И я хочу вот с этой фотографии убрать фон. Я ее сюда загружаю. Ту-джи-джи-джу, хоп, магия. Все. Скачать изображение, и у нас получится уже изображение. Так, вам надо зарегистрироваться, да, ради бога. Вот. И вот у нас скачивается, вот у нас скачивается фотография, которую мы заливаем, заливаем в загрузки. Загрузить медиа. Устройство. Оно у нас загрузилось. Оно у нас загрузилось вот с бэкграунд ремойлер. Все. И у нас уже не Оксана на фоне, а у нас уже Оксана вот в таком, в таком виде. Значит, фотографируйтесь, удаляйте фон, и рекомендуйте, рекомендуйте книжку. Здесь тоже как раз вот этот эффект, что это не рядом с коллажем составленные картинки, а идет вот это вот наложение нескольких слоев, что книжка за вами, вы впереди. Это совсем другой эффект, нежели плоское, плоское изображение каких-то обложек. Дальше, что мы делаем? Для того, чтобы... То есть, мы сначала формируем первую страницу, первый кадрик, который будет у нас в анимации, мы его выстраиваем. И что здесь? Должны быть статичные элементы, которые держат рамку анимации, и вот обложки, которые меняются. Мне еще здесь не хватает текста. Я иду в раздел текста, чтобы добавить заголовок, например, Зелантьева рекомендует на сегодня. Конечно же, там он какие-то шаблонные шрифты вам предложит. Если вы хотите поменять поменять шрифт, есть хитрость. Вы... Ну, если у вас на русском языке канва, то вы пишете здесь русский алфавит или кириллица, и вам выдает список только тех шрифтов, которые русифицированы, потому что далеко не все красивые шрифты, которые вам нравятся, имеют русскую версию. Я сейчас почти наугад что-нибудь такое светленькое, ровненькое, например, вот такое будет коррелировать с моим черненьким сарафанчиком. Это большевато расстояние между строками, поэтому... Текст... Убираем голову сюда. Значит, вот здесь у нас есть интервалы. Можно менять интервалы между буквами. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо, потому что все-таки в каждом шрифте дизайнер шрифта вдумывается в то, какое межбуквенное расстояние будет максимально правильным и грамотным. Вот. А вот расстояние между строками нам бы здесь чуть-чуть уменьшить, чтобы оно не выглядело так далеко друг от друга. Вот. Дальше мы, значит, мы берем эту штучку, мы делаем ей выключку влево, помещаем на белый фон, чтобы оно не накладывалось, потому что иначе оно будет загораживать, загораживать нам обложечку. Ну, как-нибудь вот здесь еще очень хорошо в конве, видите, вот эта вот рамка такая подсвечивающая. И мы уменьшим немножко книжку, уменьшим немножко книжку и здесь вот увеличим эффект наложения. Вот. И вот это у нас будет некая рамка неподвижная. Дальше. Так, сейчас мы опять меня откинем чуть-чуть вбок. Дальше мы... Где-то нужно нам добыть обложек. То есть рамка чем хороша, что нам не нужно заморачиваться какого размера обложки. Главное, чтобы они были не сильно маленькие, не микроскопические. Рамка их унифицирует и сделает одинакового размера. Значит, мы можем пойти на страницы, не знаю, вот книжных магазинов, где у нас есть обложки. И потом обязательно сделаем ссылочку о том, где мы это взяли. Ну, и вот выбираем те книжки, которые вы рекомендуете. Ну, например... Ну, рекомендуете то, что читали и действительно... И действительно рекомендуете. Что у нас здесь еще? Здесь, может быть, Дорофеев есть. Да, джедайские техники здесь есть. Вот я... Вот эту вот джедаискую... Сохранить изображение... Сохранить изображение... Вот. И, значит, вы копируете... Ну, для гифки штук, наверное, 9-10 обложек их надо, потому что, если меньше, слишком часто попадается одна и та же в рандомайзере. Значит, мы возвращаемся в канву, заходим в загрузки. Мне там уже загружено несколько обложек. Вот я там скачивала несколько обложек. И сейчас... Вот. И вот у меня скачанная есть обложечка. Я сюда ее добавлю. То есть, вот здесь, во вкладке загрузок, у нас все те файлы, которые мы скачали для работы. И поехали. Чем хороша, собственно, эта прекрасная рамка? Тем, что мы просто натягиваем картинку на эту рамку, и она встраивается в размер вот этого шаблона. И что дальше происходит? Вот у нас есть первый кадр. В анимации... Опять меня передвинем. В анимации несколько элементов остаются неподвижными, меняется только рамка. Следовательно, мы здесь копируем кадр и вставляем в рамку новую картинку. Копируем полностью все и вставляем новую картинку. Копируем, вставляем. Смотрите так, чтобы рядом у вас... Только вот смотрите. Если я просто нажму здесь на картинку в загрузках, то она положится на рабочую плоскость просто как картинка. Не встанет в рамку. Для того, чтобы она встроилась в рамку, нужно ее нажать, не отпускать мышку либо тачпад и прямо натягивать на то место, где вот эта рамочка существует. И то, что я хотела сказать, постарайтесь сделать так, чтобы у книжек подряд не было одинакового доминирующего цвета в картинках. То есть две черные рядом не ставьте или две красные рядом не ставьте. Разнообразьте, чтобы они чередовались в цветовой гамме. Например, у нас там скопировали, вставили, черненького добавим. Значит, вот у нас 11. 11 получилось шаблонных кадриков. Когда мы включим анимацию, я останусь и надпись останется неподвижной, а обложки будут меняться. Опять же, как бы было классно, если бы взять и нажать кнопочку «А, сделать анимированную гифку». В конве можно делать анимации, но немножечко не такие. Мы потом в каком-нибудь другом задании с вами здесь поанимируем. А сейчас нам нужно скачать вот эти вот готовые слайды. Скачать нам их нужно, видите, вот все страницы. Важно, чтобы стояла галочка «Все». Все страницы. Тип файла «ПНГ». И все смотрим здесь у нас, что здесь у нас все хорошо. Да, скачать. Скачаем, качаем, качаем, качаем. Это у нас заготовки. Это у нас заготовки для нашего, для нашей анимашки. А сейчас нам нужно эти заготовки превратить, собственно, в анимированный гиф. И для этого нам понадобится еще один дополнительный инструмент. Их тоже очень много, всяких разных. Это онлайн-сервисы для создания гифок. Я ссылочку скину. Но, в принципе, вы в гугле можете набрать, сделать гиф онлайн и найти любой другой. Они не сильно отличаются по функционалу. А «Канвал» нам скачивает всю эту пачку картинок в виде zip-файла, в виде архива. Поэтому вам нужно его распаковать. Как у вас компьютер устроен, чаще всего это два раза кликаешь на этот zip-файл, и он вам автоматически комп распаковывает. Либо там правой клавишей, правой кнопкой нажимаете и из менюшки выбираете «Распаковать». То есть у вас появится папка, и в этой папочке ваши скаченные картинки. Поэтому давайте посмотрим. Давайте мы посмотрим. Вот у меня загрузки. Вот у меня zip-файл, который мне скачала канва. И я на него дважды нажала. Вот он мне его распаковал в картинке. Вот они мои png-шки. Которые я создала. Теперь нам же этот сервис говорит. Нам этот сервис говорит перетащить изображение сюда. Я их выделяю и перетаскиваю изображение сюда. Вот он их загружает. Вот он загружает их тут. Вот он их загрузил. Вот он их загрузил. И вот здесь будет просмотровщик. Чем мне вот этот нравится гиф-создатель. Что не всегда есть просмотровщики, не всегда можно быстро отследить, как меняется анимация. Вот. Для гадательных гифок надо, чтобы обложки менялись очень быстро, чтобы человек не успевал среагировать и нажать на то, какая ему нравится. Нам нужно, чтобы это было такое псевдомагическое гадание. Поэтому мы здесь увеличиваем скорость. Превьюшка нам сейчас покажет. Вот у нас будет вот такая вот скорость. Смена, видите, да? То есть неподвижные элементы, они сохраняют вот такую рамку и устойчивость в этой анимашке. Это лучше, чем полностью все будет меняться. Все элементы это будут сильно бить по глазам. А здесь вот меняется только один конкретный элемент. Вот. Нас устраивает такая скорость. И вот здесь незавидимая маленькая кнопочка скачать гиф. Вот, собственно, наша гадательная гифка готова. Теперь нам нужно будет войти на Facebook. Facebook показывает анимированные гифки автоматически. И загрузить нашу гифку. Загрузить нашу гифку на Facebook. Вот. Сейчас, чтобы не палиться прям совсем-совсем, я это загружу только с доступом только я. Когда вы сделаете свою гифку, загружайте ее, естественно, с публичным доступом. Не забывайте про хэштеги. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть. А, публиковать. И вот смотрите, что у вас в результате получится. Почему? Я как раз говорила, что вот нужны отступы. От боков нужно помещение рамки внутрь кадра. За счет того, что у Facebook ленты вот эти вот посты, они на белом фоне, то ваша гифка, которая сама по себе включает белый фон, то создается такое ощущение, что это внутри ленты, что это нет. Нет вот этой рамочки обычных постов, которые приедаются. Теперь про листовая, про листовая, да, вот видите, рамка, да, у всех публикаций. А когда будет листаться ваш пост, то за счет вот этих вот белых полей, он как бы, ну, необычной формы, да, необычной композиции получится. Вот. Так что сложное задание, но при этом можно его интерпретировать очень-очень по-разному. Так можно рекомендовать книжки, так можно рекомендовать фильмы, афиши ивентов, концерты, там, обложки видеороликов полезных и бесполезных. То есть вот это такой способ преодоления усталости выбирать. Очень-очень любят люди такие форматы, которые позволяют им пропустить вот этот мучительный этап выбора. А что же, что же мне сегодня делать? Монетка, там, кубики, рандомайзер. Это все очень-очень людям нравится. Практикуйтесь, пробуйте сделать. Я уверена, что у вас получится.